Всем привет! В этом видео хочу рассказать про планшет Honor Pad 8. Основные особенности указаны на стикере. Это экран 12 дюймов, наличие аж 8 динамиков и металлический корпус. По цене разброс в зависимости от акции, где будете покупать, от 20 до 25 тысяч рублей. За эти деньги помимо планшета вы получаете зарядку мощностью 22,5 Вт. В самом планшете стоит аккумулятор емкостью 7250 мАч. И по времени зарядки за первые полчаса планшет заряжается на 34%, за час на 66%. И полностью до 100% он у меня зарядился за 2 часа 5 минут. Ну и в комплекте, соответственно, кабель USB на USB Type-C. По комплектации это все. Давайте посмотрим на сам планшет поближе. Габариты его можете видеть на экране. Он достаточно тонкий, 6,9 мм. Ну и по весу давайте сразу проверим. Весит планшет 519 грамм. Корпус, как указано, действительно цельнометаллический, что за эту цену смотрится неплохо. А также с визуальной точки зрения можно отметить экран. То, что у него одинаковые рамки по периметру. И полезная площадь 87%. То есть визуально планшет, на мой взгляд, выглядит очень достойно. Но давайте пробежимся по элементам управления и уже подробно расскажу вам про экран. На верхней грани слева находится качелька регулировки громкости, кнопка питания, микрофон. По торцам. Как указано, данный планшет имеет 8 динамиков. 4 низкочастотных, 4 высокочастотных. А это значит, что со звуком поработали и не сэкономили. На мой взгляд, динамики в планшете, как и экран, имеют очень большое значение. Здесь мы видим USB Type-C. На другой грани также у нас расположены динамики. Снизу ничего у нас нет, как можете видеть. По камере давайте сразу отмечу. Модуль на 5 мегапикселей. Но судя по объективу модуля, ждать чудес от него точно не стоит. Ну и фронталка находится по центру. Тоже на 5 мегапикселей. Но давайте я вам подробнее расскажу про экран. Повторюсь, в случае планшета, экран и динамики имеют довольно существенное значение. Особенно если здесь большая диагональ. То есть для просмотра фильмов и сериалов эти моменты будут важны. Итак, диагональ, как я вам говорил, 12 дюймов. Разрешение здесь 2000 на 1200 пикселей. Что дает нам плотность 195 ppi. Это, конечно, не ретинный экран. Если смотреть на него вблизи, очень близко поднести лицо к экрану, то, безусловно, пиксели шероховатости можно увидеть. Если смотреть, как обычно, на расстояние, то каких-то серьезных проблем с разрешением я не замечал. Особенно если смотреть какое-нибудь видео. С другой стороны, с учетом железа, а здесь стоит Qualcomm 680, большее разрешение вряд ли бы он потянул. И это бы существенно сказалось на его производительности. Соотношение сторон немного нестандартное. 5 к 3. На практике, давайте я вам покажу, как выглядит YouTube ролик с соотношением сторон 16 к 9. Как можете видеть, совсем небольшие полоски сверху и снизу. То есть, для просмотра видео данный планшет, конечно, подойдет лучше, чем iPad с его соотношением сторон. То есть, полезная площадь здесь будет больше. При той же диагонали экрана, а в случае соотношения 4 к 3. Далее, ну и по настройкам. Здесь, в принципе, все стандартно для Honor. Можете настроить цветовую температуру. Есть соответствующий ползунок. Я рекомендую выставить именно это значение. Почему? Сейчас вам расскажу. Цветовой охват поменять нельзя. По умолчанию sRGB. Можно настроить умное разрешение. К сожалению, экран поддерживает только 60 Гц. Но, опять же, с учетом железа, вряд ли бы он потянул больше. Но, для просмотров видео, фильмов, сериалов, это не так актуально. Так вот, по моим тестам, максимальная яркость в ручном режиме 410 кандел. В режиме автояркость 408. Ну, то есть, в обоих случаях яркость чуть больше 400 нит. Как я вам говорил ранее, если яркость меньше 400 нит, то будут явные проблемы на ярком солнце. Здесь же яркости вполне будет достаточно. С учетом диагонали экрана, скорее всего, вы чаще всего им будете пользоваться именно в помещениях. Поэтому, с яркостью тоже здесь проблем не должно быть. Минимальная 2. Яркость черного поля 0,26. Контрастность 1650 к 1, что неплохо для подобного типа матрицы. Гамма практически идеал 2,22. Но, вот, цветовая температура по умолчанию завышена 7746 кельнов. Из-за этого, по точности цветопередачи, не все так идеально. Дельта Е средняя больше 3. Максимальность 7,88. А Дельта Е серого 4,03. То есть, в серых тонах есть примеси синего оттенка. Цветовой охват из RGB 106,8%. Но, вы можете заметно улучшить цветопередачу экрана. Согласно скриншоту, который вы можете видеть на экране, перемещайте данный ползунок в это положение. Цветовая температура становится близко к идеалу 6421 кельвин. То есть, экран уже не будет уходить в синий оттенок. И по точности цветопередачи все становится заметно-заметно лучше. Дельта Е средняя меньше 2. 1,95. Максимально 6,87. Есть небольшое отклонение в синем цвете. А вот Дельта Е серого вообще практически идеал. 1,16. По уровню черного видно до третьего квадрата. Результат хороший. По контрастности точки белого видно до 253. Опять же, контраст хорошо настроен. По углам обзора можете посмотреть. Здесь они хорошие. Есть небольшое падение в контрастности. Каких-либо заметных искажений по цветам нет. Хотелось бы, конечно, больше герцовки и выше разрешения. Но тогда однозначно нужно менять чипсет. Иначе вот этот вот 680 это дело не потянет. Ну и про железо давайте я вам расскажу. Откроем скриншоты. Во-первых, Wi-Fi здесь пятого поколения. Bluetooth 5.1. Максимальная скорость 433 мегабита в секунду. Данный планшет поддерживает только Wi-Fi. То есть, симку вы не вставите. Версия у меня 6 гигабайт оперативная и 128 встроенной. По чипсету, как я вам сказал, Qualcomm 680. Это восьмиядерное решение. Два кластера. Ядра Cortex-A73-A53. Далеко не современные. Но техпроцесс при этом 6 нанометров. По датчикам обратите внимание, что есть только акселерометр и датчик освещенности. По датчику освещенности работает адекватно. Но, на мой взгляд, он чуть ниже. Занижает яркость, чем мне хотелось бы. То есть, иногда я ее поправлял, делал чуть ярче. В автоматическом режиме. В Geekbench в одноядерном 278, 1267. Ну, то есть, повторюсь, чипсет далеко не производительный. Wildlife Stress Test. Понятное дело, что у нас ровная линия. Троттлинга нет. Ну и всего лишь 446 баллов. То есть, планшет не для игр. Сразу хочу вам сказать. Аркадные поиграйте, но не более. Ну и в стресс-тесте тоже все хорошо. Троттлинг минимальный 14%. Среднее значение 175 гипсов. А GPS планшет не поддерживает. Не знаю, насколько для вас это будет актуально. Но, повторюсь, его поддержки здесь нет. Далее, кодеки все нужные поддерживают. Да, и как могли видеть, 3.5-мм разъема, к сожалению, здесь нет. По интерфейсу давайте вам покажу. Работает данный планшет на Android 12. Magic UI версии 6.1. Как я вам сказал, у меня версия 6 гигабайт оперативной и 128 встроенной. Да, кстати, по памяти. Вот тут хочу отметить, что память стоит явно в версии UFS 3. Потому что хорошие показатели чтения, записи и случайно чтения, случайно записи. То есть, на памяти они не сэкономили. Но, как могли видеть, из коробки все Google сервисы есть. В этом плане вопросов никаких нет. А по скорости работы все, в принципе, типично для экрана 60 Гц. Google Fit слева есть. При первой настройке будут заметные рывки. После того, как все приложения поставите, все у нас закешируется. Прям серьезных каких-то проблем с производительностью я не замечал. Но, опять же, повторюсь, экран у нас 60 Гц. Поэтому супер плавного скролла ждать не стоит. Но для 60 Гц, в принципе, выглядит все хорошо. По интерфейсу мне планшет понравился. Снизу док-станция, последние запущенные приложения. Также поддерживаются всплывающие виджеты. Если мы свапим по иконке. Но это в случае, если есть такая вот черточка. Также мне понравилось, как они реализовали разделение экрана. Можно получить очень быстрый доступ. Также свернуть приложение в такое вот окошко. Причем одновременно можно запускать в таком окне два приложения. Если запускаете третье, то предыдущее сворачивается в иконку. Ну, то есть, работа с приложениями реализована достаточно удобно. Но все же стоит отметить, что в анимации местами бывают рывки. Ну, давайте поговорим про звук. Как я вам сказал, здесь 8 динамиков. 4 низкочастотных, 4 высокочастотных. 5 низкочастотных, 4 высокочастотных. И так, что касается динамиков. Здесь очень приличный запас по громкости. Действительно, низы ощущаются. Очень объемный, глубокий звук. Однозначно, он звучит лучше, чем многие смартфоны. Да и среди планшетов он также будет выделяться. Как я вам сказал, для просмотра видео это имеет значение. По автономности, здесь аккумулятор емкостью 7250. Я провел стандартный тест. Воспроизведение YouTube видео за 2 часа. Он у меня разрядился на 15%. Для сравнения, MatePad 11 сел на 14%. За 2 часа игры Asphalt 9 Pad 8 разрядился на 27%. Чуть лучше, чем MatePad 11. Тот сел на 28%. Запись видео полчаса можете посмотреть. WebTest за 2 часа разряд составил 17%. Итого, данный планшет у меня проработал 9 часов 31 минуту. То немного меньше, чем MatePad 11. Но на практике, в смешанном режиме использования, давайте я открою скриншоты. Автономность у меня была в среднем 9-10 часов работы экрана. Вот, например, здесь время работы 4 часа 33 минуты. Осталось еще 43% заряда. И получилось в районе 9 часов у меня. Здесь время работы 5 часов 10 минут. Но время активности он показывает за сегодня. А это отсчет был не со 100%. Тем не менее, еще осталось 39% заряда. 9 часов стабильно он будет у вас работать. В принципе, стандартные цифры для любого планшета. По особенностям, которые я хочу отметить. Например, в случае YouTube максимум Full HD 60 FPS. Больше приложения YouTube вы не поставите. Даже если установить тот же YouTube в Anset. Но в случае веб-версии, создаете ярлык на рабочем столе. Можно, давайте посмотрим, спокойненько вводить картинку в 1440p. Если выберете тут 4K, то, к сожалению, он не тянет. Постоянно идет подгрузка данных. Хотя, нахожусь рядом с роутером. Скорость у меня 300 мегабит. То есть, дело не Wi-Fi. Просто в 4K он почему-то не может осилить. 1440p более-менее все идет. Далее, по особенностям, как мне сказали, данный планшет поддерживает стилус. Если для вас это актуально. У меня его нет, чтобы проверить. Также у меня нет клавиатуры. Насколько я знаю, отдельно еще можно к нему докупить клавиатуру. По камере. Запись в видео. Сейчас вы увидите примеры. Но, как я вам сказал еще в начале видео, никаких чудес от 5-мегапиксельного модуля ждать не стоит. Есть вопросы к автофокусу. Очень активно работает шумодав. Старается убрать шумы, но при этом мылит все подряд. Пример видео в помещении. Максимум может записывать в Full HD 30. Ну, что я вижу по картинке. Очень агрессивно работает шумодав. Соответственно, практически все мылит. Здесь хорошее освещение. То есть, я включил практически все лампочки. Автофокус здесь есть. Электронной стабилизации нет. Вот я иду, все трясется. Давайте подойдем сюда. По автофокусу, мне кажется, он немного дерганный. После этой передачи, не скажу, что тусклые цвета. Наоборот, даже чуть насыщеннее, чем на самом деле. Но, очень мылит. То есть, агрессивно работает шумодав. Убирает шумы. Вот автофокус видно, что он подтупливает. Вот сейчас он сфокусировался. Ну, в общем, запись видео явно не сильно сторона этого планшета. Так, это примеры уже на фронталку. Запись Full HD 30. Давайте посмотрим по цветопередаче. Баланс у белого вроде все хорошо. Но есть засветы. В случае фронталки это, наверное, не так актуально. Важнее, чтобы лицо было в фокусе, не в тени и было минимум шумов. А шумов, мне кажется, меньше, чем в случае основного модуля. По крайней мере, меньше мылит, больше деталей. Да, если посмотреть на объектив фронталки, он больше, чем у основного модуля. То есть, видимо, больше захватывает света. Угол достаточно широкий. А фронталкой, скорее всего, чаще будете пользоваться для видеосвязи, чем основным модулем. Ну, то есть, фронталка здесь лучше, чем основной модуль. Но она без автофокуса. Хотя глубина резкости неплохая. Близит тоже четкость сохраняется. Это, кстати, HTC 10. Возникла, не знаю, ностальгия. Заказала на авито. И захотелось посмотреть, как справляются подобные смартфоны в 2023 году. Вышел он, по-моему, в 2016 году. Если будет интересно, запишу видео. И, может быть, даже достану HTC One M8. Ну, короче, так записывает фронталка. Безусловно, какому-нибудь смартфону среднего сегмента она будет уступать. Но, по сравнению с основным модулем, мне кажется, снимают даже получше. По фоточкам. Пример днем. Единственное, было облачно. Но все закономерно. В случае 5-мегапиксельного модуля. Явно не хватает деталей. Разрешение. В помещении шумная картинка. Явно не хватает четкости. Разрешение. Вот, можете посмотреть несколько примеров. При совсем плохом освещении соответствующее качество. Но, объективно, камера в этом планшете слабенькая. Даже по меркам планшетов. По фронталке можете посмотреть примеры. Вот, дочка пыталась что-то там сфотографировать. Ну, понятное дело, если ребенок в движении, то, конечно, будет смазывать. Фронталка, повторюсь, также на 5-мегапикселей. Давайте я подведу итоги по данному планшету. Значит, сильные его стороны. Это, безусловно, качество динамиков. И неплохой экран. По углам обзора. По цветопередаче. Хотя, повторюсь, из коробки есть нюансы. Но, можно его достаточно быстро откалибровать. Да, хотелось бы повыше частоту, повыше разрешение. Но, тогда Qualcomm 680 явно не справится в интерфейсе. Прямо заметно он будет лагать. Так, для 60 Гц он, в принципе, работает неплохо. Понравился интерфейс. Плюсы также можем записать то, что из коробки есть все Google сервисы. На этот счет можно вообще не заморачиваться. Удобно работать с приложениями. Pop-up окна можно открывать вот в таком вот виде. Разделять экран. При сворачивании также мне понравилось, что объединенные окна остаются в одной вкладке. То есть, удобно переходить. 6 ГБ, в принципе, хватает. Если, конечно, не будете запускать те же игры. То есть, в интерфейсе по работе с приложениями тоже мне все понравилось. Минусы. Это невысокая производительность в играх. Для аркадных пойдет. Также имейте в виду, что планшет продается только версии Wi-Fi. GPS здесь нет. Ну и, на мой взгляд, слабые камеры. Даже для планшета. Но, что самое главное, для просмотра видео, сериалов, дома планшет подойдет идеально. Большая диагональ 12 дюймов. Лучшее соотношение сторон для видео, в отличие от iPad. Очень качественный, хороший звук. То есть, поставить такой планшет, например, на кухне и смотреть видосики, пока кушаешь, вообще идеально. Ну, пожалуй, все, что хотел рассказал. Если будут какие-то вопросы, задавайте в комментариях к этому видео. А мы увидимся в следующих обзорах.